Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию модель 2017 года выпускается фирмой звездой в масштабе 1.35 модель МСТА-С. Самоходная артиллерийская установка 152 миллиметра. Данный в набор включает в себя 451 деталь. Как видите очень большая коробка, которая даже не помещается в объектив видеокамеры. Открываем коробку. Заранее распаковал все с целлофановых пакетов. Все было аккуратно упаковано. Видим немалое количество литников. Довольно крепкая хорошая коробка выдержит любую пересылку. Начнем с инструкции. Инструкция сделана в виде книжки. Черно-белая. На первых листах показаны схематично литники, которые в данном наборе. Сама схема сборки. Все хорошо отпечатано. Довольно понятно все показано в инструкции. По инструкции видим, что в наборе присутствуют полунаборные траки, которые облегчат жизнь не только профессионалам, но и новичкам. Смотрю довольно серьезная башня умсты и на нее много уходит этапов сборки. В целом все понятно. И дан один вариант окраски модели. Хотя в сети интернет можно найти много разных вариантов, более интересных. Ставлю коробочку в сторону и начнем рассматривать литники. Начнем с ванны корпуса. Ванна дана одной деталью. Хорошо отлита, без каких-либо искривлений, закручиваний. Звезда потихоньку повышает свой уровень литья моделей. Также мне понравилась и верхняя часть корпуса. Довольно неплохо выполнена. Надеюсь, что звезда выпустит и Т-80 в скором будущем. Несколько одинаковых литников со звездочками и элементом гусеницы, гусеничной ленты и ящики ZIP. Неплохо сделаны звездочки. Шесть одинаковых литников с катками и элементами подвески. Так выполнены катки. Части траков сделаны по два штуки. Чтобы имитировать закругление на звездочке или на катке. Видим небольшой шов от пресс-форм. Опять же это не критично. И не только у одной звезды он присутствует. Такой литник с мелкими деталями. Мелочевка довольно неплохо отлита. В целом литье мне очень понравилось. Новые модели от звезды не перестают радовать. Конечно не все в них идеально, но за цену этих моделей, за стоимость довольно отличные и хорошие наборы в итоге. Элементы башни. Боковые экраны. Довольно неплохо отлита башня. Утяжен, недоливов, облоя не обнаружил. Заранее рассмотрел более подробно все литники. И литьем остался доволен. Тыльная сторона деталей. Как видите, на тыльной стороне присутствуют толкатели. Но при сборке их не будет заметно. Довольно большой литник с оружием. С пушкой. Пушка до нас двух половинок. Ну а в целом детали довольно хороши. Большие литники. И литник с элементами гусеничной ленты. Балансира. Полунадборная лента. Тоже довольно неплохо сделана. Элементы подвески. Балансира. Вот так же все сделано хорошо. Один минус. Это невысверленный ствол пулемета. Да и сам пулемет не особо интересен. Я бы его заменил. Также в наборе присутствует литник с прозрачными деталями. Неплохо сделано остекление. Ну и вот еще пару минусов набора. Конечно же веревочка. Которая должна заменить трос. И две синтетические сетки. Которые звезда ложила в модели еще 2000-х годов. Уже пора менять это все на фототравление. И заменить на фототравленные решетки. Ну и довольно неплохая декаль с цифрами. Знаком гвардии. И парадной георгиевской лентой. Ну вот друзья. На этом буду обзор заканчивать. Моя оценка данному набору 4 из 5. 4 ставлю за хорошее литье. Отнимаю 1 балл за синтетическую ленту и за ниточный тросик. Все друзья. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.